Новость об убийстве в школе прогремела сегодня на всю республику. В лице номер 51 двое учеников девятого класса так и не сумели уладить конфликт. В ходе драки один из участников достал нож и нанес смертельное ранение второму. Нож давно купил в магазине. Как он оказался в кармане, не помню. Был в состоянии аффекта. Именно так объяснил случившийся молодой человек в отделении полиции, куда его доставили сразу после инцидента. Когда драка случилась, в состоянии аффекта я его достал и ударил. Непреднамеренно я его не хотел убивать. Когда вы нанесли удар ножом в дальнейшем, что происходило? В дальнейшем? Я не помню. Как подросток пронес нож в школу через рамку металлоискателя, сейчас выясняет следствие. По факту возбуждено уголовное дело по статье убийства. В отношении подозреваемого следственного органа, следственного комитета Российской Федерации по истории Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренное частью первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство. Кроме этого, следственным также будет дана правовая оценка действий должностных лиц из числа руководства школы по факту халатности в результате ненадлежащего исполнения обязанностей, в которых произошло данное происшествие. Для выяснения обстоятельств произошедшего в лице также прибыла уполномоченная по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова. По ее словам, никакие меры безопасности в школах не помогут, пока мы не займемся воспитанием детей в семьях. Я считаю, что проблема в данном инциденте совершенно не в досмотре школьников. Абсолютно. У нас в республике миллион детей. У нас в каждой средней школе по 2-3 тысячи человек. Это мы должны с 5 утра начинать досмотры школьников, чтобы избежать таких случаев. Это нереально, это психопатия полная. Еще раз говорю, имел место просто трудный ребенок, который требовал особого учебного заведения и особых программ, а этого не было. Сейчас вокруг происшествия в 51-м лицее много слухов, версий и домыслов. Понятно одно – конфликт между подростками имел место и до трагичной развязки. Эту версию отрабатывает следствие. В этом признаются и некоторые одноклассники убитого подростка. А он, говорят, что он всегда с собой нож таскал. Почему? Да, он на прошлой драке тоже достал нож, побежал. Но уже вышел директор, за очередь раздяли. Слушай, а когда это было? Это было пару недель назад. Ничем все это окончило? Они по рукам дали. Все беды от недостаточного внимания к детям со стороны взрослых. Вопросы воспитания подрастающего поколения в духе нравственности и терпимости – это то, чем должны заниматься все институты общества вместе, считает помощник Муфтия Республики Идрис Асадулаев. Это делает последующим этого ребенка счастливым, как в этом мире, так и на том свете. А это правильное воспитание, что является самым лучшим подарком, что может даровать родитель своему ребенку. Излишняя жестокость в подростковой среде уже переходит все границы. Интернет переполнен кадрами ужасных сцен, когда школьники буквально издеваются над сверстниками. Все это так или иначе влияет на поведение молодежи. Другой вопрос – как это все остановить? И остановить вовремя, пока дело не дошло до очередной трагедии. Карим Даниф, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала.